МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня к нам на встречу приехала российская певица, исполнительница народных песен современной обработки, финалистка конкурса «Народный артист-3», просто красавица, отличница-спортсменка Марина Девятова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лёвушка, лебочка, петенька, петенька, а мамочка зачем? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А мамочка зачем? 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте, Марина, еще раз. Я, насколько помню, вы у нас уже второй раз. Да. Как вам наша столица? Мне так всегда, всегда с грустью отвечаю на этот вопрос. Поскольку артисту, к сожалению, удается увидеть город лишь только через окна автомобиля, автобуса, и редко просто, к сожалению, по времени не всегда мы успеваем посмотреть. Я могу сказать, что я запомнила чебоксары по зрительному залу. И это, наверное, для артиста самое главное. А зал был изумительный, теплый, гостеприимный. Поэтому я надеюсь, что и во второй раз, приехавши, я надеюсь, что с этими же ощущениями я и уеду. Я полагаю, так как вы уже второй раз, по-моему, также в прошлом году, в марте месяце, вы у нас были в Театре опера-балета, был полный аншлаг. Потом были столько много мнений и радостей в глазах и в настроениях людей, потому что вы спели, вы показали просто высшее мастерство именно вокального искусства. А скажите, пожалуйста, Марина, чем вы нас удивите? Какая программа у нас будет? У нас программа называется «От сердца к сердцу». Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы не могли обойти этот великий праздник, светлый праздник, который отмечаем в этом году всей страной. Поэтому вся программа будет пронизана военными песнями, песнями ретро, советских композиторов. Ну и, конечно же, я не могу оставить своего зрителя без своих любимых, наших любимых народных песен. Поэтому в программе она изначально рассчитана именно вот на День Победы. И этот праздник мы отмечаем не только 9 мая, а в течение всего этого года. Поэтому я езжу с концертами. И вот, в частности, приехала в Чебоксары с программой «От сердца к сердцу». От моего сердца и сердца моего коллектива, который со мной стоит на сцене, к сердцам нашего слушателя. Марина, наверняка и репертуар другой. Конечно же, костюмы наверняка другие. Конечно, конечно. Коллектив, танцевальный коллектив, который вам будет помогать. Кто они? Это мой коллектив. Это ребята, которые со мной уже вместе 7 лет. Это мой шоу-балет «Ярдэнс». Ребята все профессиональные, с высшими образованиями. Все они народники изначально. Но так как жизнь, она заставляет, скажем так, быть лояльным, и в том числе и в своей профессии, поэтому осваиваются уже и современные танецы, и так далее, и так далее, и так далее. Но к этой программе это не имеет никакого отношения, потому что здесь мы играем в такую некую, ну, скажем так, серьезную игру. И здесь уже, конечно, никакие шутки неуместны. Здесь все, начиная от пролога, который был поставлен, придуман мною и поставлен моим бледмейстером-хореографом Ольгой Александровной Арнаутовой. То есть, начиная с пролога, мы людей погружаем в эту атмосферу. Да, начиная с 21 июня 1941 года, когда это был выпускной вечер, когда танцплощадки, когда война, левитан. То есть, такой мини-мини спектакль у нас. О, значит, на сей раз программа будет очень серьезная. Она серьезная. Может быть, скажем так, зрители где-то и захотят увидеть, услышать. Это все будет, дорогие друзья. Просто дело в том, что 70-летие Победы празднуется не каждый год. Поэтому мы обязаны этот праздник праздновать и посвятить его нашим дорогим ветеранам, любимым участникам войны. Их так мало осталось. Совершенно верно, Марина. На самом деле, артист, он должен разный репертуар петь, показать именно в этот замечательный год. Марина, я сегодня на вас смотрю. Вы такая серьезная. А на сцене вы такая зажигалка. Да, такая девчонка. Я иной раз, когда сама уже глядя на экран, думаю, ей же нужно только улыбнуться. Такая пластика, костюмы, красота. Можно и не петь. Ходи туда-сюда, да? Да, можно ходить туда-сюда. Но на этом долго не продержишься. Все-таки талант надо показывать и рассказывать, и прогрессировать, усовершенствоваться. Я, наверное, дочь своего отца, а отец у меня перфекционист по жизни. И Владимир Сергеевич Девятов, он, скажем так, наверное, самый главный критик в моей жизни. Он всегда меня учил тому, что никогда нельзя стоять на одном месте. И, наверное, я ему благодарна за то, что он, знаете, он не купил мне эту рыбку, он подарил мне удочку. Он научил, это, может быть, жестко было, и в какой-то период мне казалось очень несправедливо, он купил мне удочку и сказал, я помогу тебе, научу тебя ловить рыбу, чтобы ты могла самостоятельно потом выходить в плавание. Поэтому в жизни, ну, скажем так, у меня есть ответственность, у меня есть обязанность, у меня есть коллектив, 15 человек. Марина, вы меня сегодня настолько опережаете, я только хотела спросить про легендарного отца Владимира Девятого, а вы уже мне все ответили. Но я все-таки хочу, на самом деле, добавить, после такого замечательного певца, с таким голосом народным, мы все его помним и знаем, он же до сих пор поет, какой у него замечательный коллектив. И, на самом деле, наверное, очень сложно все-таки после него, вот, дочери, быть достойной дочерью. Сложно, и меня это всегда подстегивает. Начиная с самого первого дня, когда я поступала в музыкальный колледж имени Шнитке, потому что я поступала на кафедру к его педагогу, который 25 лет назад, а это был 99-й год, сейчас, к сожалению, Людмила Васильевна Шамина и профессора, к сожалению, уже нет с нами, но я поступала тогда, и с мыслью отец меня провожил, он говорит, ты смотри, там фамилию не опозорь. Я каждый день ходила с этой мыслью в институт, а более того, поиметь друзей, задружиться с кем-то. И никто не говорил вам, я тут дочь девятого. Конечно, говорили. Конечно, пальчиком, наверное, указывали. Но потом, по прошествии какого-то времени, я человек очень коммуникабельный, и я никогда не кичилась своей фамилией, потому что для меня, ну, скажем так, для меня это было естественно. Для кого-то, может быть, было это, о, дочка девятого. Для меня это было абсолютно естественно, и я никогда не любила вот, как бы, да, ставить вперед фамилию. Более того, Людмила Васильевна Шавина, Царство Небесное, она умело меня ставила на место, и корону сняла сразу же, как только она при входе показалась. Я прекрасно понимаю. И считаю, очень правильно сделала, потому что никогда ребенок не будет впитывать информацию, когда ты не являешься авторитетом. А авторитет иногда, это как у спортсменов, да, вот тренера, они что делают? Они ломают вначале вот эту волю твою, гордыню, а потом ты уже, когда уже принял ее, сказал, все, я предаюсь, готов слушать тренер. Вот здесь то же самое было. Я предалась и просто поплыла по этой реке. И дальше впоследствии уже выполнила. Марина, насколько я знаю, вы прошли все ступени музыкального образования. Это начиная от музыкальной школы, у музыкального колледжа и института. И у меня есть, я просто помню, в интервью с кем-то вы говорили, как-то вы попали на передачу «Жизнь прекрасна». Да. И аккомпанировал вам тогда... Левон Соркестович, оказалось. Да, да, да. И вы пели песню Софии Ротару «Хуторок». Да, «Хуторенко». «Хуторенко, девочка, вы знаете ноты». Почему он так сказал? К сожалению, у нас на эстраде не все имеют музыкальное образование. И в этом смысле отец молодец. Он очень грамотно поступил. Он говорит, хочешь петь, не вопрос, но надо получать в коробочку-то что-то, какую-то информацию надо складывать, приобретать. Мало ли, что нам природа дала. Может быть, ну не удастся карьера певицы преподавать. Ведь на самом деле у нас очень мало сейчас хороших педагогов. А кто воспитывать будет артистов? Совершенно верно. Ну и век вокалиста тоже очень... Абсолютно верно. Ты сегодня поешь, а завтра у тебя что-то со связками, и все. Я могу сказать, что быть хорошим педагогом и быть хорошей певицей невозможно. Нереально. Потому что, ну, к сожалению, на двух стульях не усидишь. А педагог без него никак. Ты артистом не станешь. Певицей в первую очередь, да, профессионально. Вот этот весь твой аппарат, он не настроится, гитара не настроится, если педагог не расскажет тебе, как это делать. Поэтому это очень важно. Не сразу на сцену бежать, да, потому что у меня, я тоже занималась усердной педагогической практикой, сейчас уже так, больше курирую. Но ко мне приходили родители, которые говорили, я очень хочу, чтобы мой ребенок стоял на сцене, вот он пел, чтобы вот как вы на голубом экране. Я говорю, нет, 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 во-первых, я не связующее звено, да, и давайте вначале приобретем знания. И я считаю, что они необходимы. И я всегда передаю эту информацию так же, как мне и мой отец. И с поколения в поколение, да, все-таки я считаю, что это самый лучший способ. Надо приобретать знания. А дальше, как бы, Господь, Он сам распределит. Если ты должен стоять на сцене, он тебя выведет, как произошло с моим отцом. В 28 лет он был председателем правкома, химической академии, лаковая стенка дома, фортепиано, все. Ну, представьте, что это такое, да, правком. И вдруг неожиданно он знакомится как раз-таки с Ливоном Саркисовичем Аганезовым и с Левом Валерьяновичем Лещенко. Знакомится в каком-то мероприятии. А Аганезов получается крестный отец. Крестный отец, так он не всегда и говорит, Ливоном Саркисовичем, ты понимаешь, кому надо сказать совершенно верно. Вот, и они знакомятся, и он начинает петь, он говорит, а что ты делаешь, как тебя зовут? Он говорит, Володя. Он говорит, Володя, а сколько тебе? 28. А ты кто? Он говорит, я химик, закончил, ходил в Московскую академию химической защиты. Вот, он говорит, так а ты же, Володя, вообще поешь-то как бог, надо тебе учиться, а он реально, он просто лемешев. А у папы не было музыкального образования? Нет, ну как, он закончил музыкальную школу по баяну, по аккордеон, баян, по-моему, у него был. Нет, аккордеон, вру, аккордеон. И то нехоти, ну как все мальчишки, господи, ну же... Ну не серьезных в процессе. Да, тогда это все как-то не хотелось ему. Вот, и в 28 лет у него уже, я родилась маленькая, моя сестренка уже была 7-летняя, и человек меняет свою профессию и жизнь кардинально. Поэтому я всегда говорю, что если вам суждено, вас обязательно жизнь, она выведет. Сама, сама ведет. Да, не надо никогда бежать вперед паровоза. Но при этом, при всем, конечно, надо прилагать усилия, потому что под лежачий камень вода не течет. Надо приобретать, потому что все равно знания, они впоследствии... Ну как, жизнь же, она не складывается только непосредственно на сцене. Вы же еще и за сценой, тоже за кулисами человек, как бы, да, социально активный, поэтому надо, чтобы что-то в голове было. Совершенно верно, с вами согласна. Марина, а вот правда, говоря, говорили про ваш репертуар, это не формат? Ну, бывало. Сейчас уже реже. Сейчас уже реже. Ну, по-моему, это как раз началось на конкурсе «Народный артист», да, когда вы спели дуэтом с Алексеем Гомоном. Да. Нет, это было раньше. Это даже было раньше. Это раньше было, потому что на «Народном артисте», прежде чем мы с Лешей, спели дуэт, этот прекрасный дуэт, я считаю, это могло быть любовью, песню написал Ким Александрович Брейдбург. Я очень, очень до сих пор, вот когда слушаю, смотрю. Это могло быть любовью. Совершенно верно. Такая композиция. Нас аудитория прям полюбила с Лешкой. Мы, конечно, в этом смысле смогли передать. Передать и настолько убедить народ, что это на самом деле могло быть любовью. Могло быть любовью. Но столкнулась я с пониманием неформата, потому что конкурс-то эстрадный, а я пока вот народные дела, народные песни, аутентичный фольклор воспринимала. Поэтому, когда оказалась уже в десятке финалистов, очень долго никак не могли понять, что со мной сделать, что тут не так звучит. Что найти, какую... Да, потому что все джазовые импровизации пуляют направо-налево. А я не могу, потому что голос другой, культура другая, в ушах другая музыка. Манера пения, конечно, школа. Питание другое. И, конечно, я очень благодарна и продюсерам, и Оскару Кучерре, который мне сказал на одном из конкурсов, когда я уже села и выслушивала в очередной раз, что это что-то странное. Говорю, слушай, а что тебе нравится петь? Вот спой, что тебе нравится. И я исполнила тогда курский фольклор. И благодарна, кстати, телевизионщикам за то, что это не вырезали, потому что мы все сами прекрасно понимаем, как можно порезать кадры. Марина, я, кстати, Народный артист номер 3 тоже смотрела, я следила, и поэтому настолько это творчество мне знакомо. По-моему, каждую песню, каждую передачу настолько все менялось, и в конце что спели. Да, «Я огонь, ты вода». «Я огонь, ты вода». Да, тоже, кстати, Ким Александрович Брэдбург написал, и он написал ее и соединил нас с отцом, потому что очень редко нам удавалось и до сих пор редко удается с отцом найти какую-то песню, в которой мы бы гармонично звучали. Чтобы вы в дуэте сливались. Да, потому что он тенор, он очень высокий голос, тенор близок всегда к женскому голосу, поэтому всегда очень сложно с ним разложить песню на голоса. То ему высоко, мне низко, то мне высоко, ему низко. Ну, то есть, в общем говоря, Ким Александрович Брэдбург, он нас с ним соединил в этой песне. Тисситурно мы с ним сошлись. Кстати, потрясающая композиция, мне очень нравится такой трек. Спасибо. Мы его до сих пор поем, до сих пор слушали. Приходят и говорят, если вдруг не испоешь, он говорит, а мы ждали, почему не исполнили? Мариночка, а вы почему с отцом не выступаете? Это принципиально такое решение? Или все-таки у него своя концертная программа, у вас своя? Ну, во-первых, ну, хватит уже нас ассоциировать с дуэтом. Мы отец-дочь, но у нас абсолютно разные понимания, желания. В конце концов, у нас разный возраст. У меня есть свои планы, у него есть свои планы. То есть мы как бы не пересекаемся, но при этом при всем мы не против, если когда-то на каких-то концертных съемках, иногда нас бывает приглашают куда-то, да, с единым концертом, но вот мы через дуэт соединяемся. Но с сольным концертом ездить по стране, это экономически очень затратно, потому что у меня 15 человек коллектив, у него 20. Представляете, просто чтобы элементарно купить билеты на самолет, это надо вывести очень большое количество людей. 15 человек, это же очень много на самом деле. Как вы все успеваете и насколько этот коллектив оправдывает? Оправдывает? Я без них никуда. Я считаю, что глуп тот артист, который говорит, что все делаю я. Поверьте, не все делает артист. Артист, он имеет талант, но этот талант надо как-то... Нужно упаковывать. Упаковка должна быть. Да. А вот упаковка зависит от костюмера твоего, с какой он энергетикой гладит тебе костюм, заканчивая директором, который знает твой график, который вот как бы, да, он твоими руками, точнее, он твои руки, он тебя передвигает по городам, логистика, коллектив, балет, конечно, безусловно. То есть здесь надо такие руководящие способности иметь, то есть, с одной стороны, быть и кнутом, и пряником. Да, совершенно верно. Потому что коллектив тоже особо как бы на шею вешать нельзя, иначе дело развалится. Развалится. Но при этом, при всем, я же не деспот, я же не хочу, чтобы меня люди сзади, которые стоят со мной на сцене... На втором фронте. Да, ненавидели меня, говорят, что они мне терпеть не могут, и работают только за деньги. Нет, это ни в коем случае нельзя делать. Должна быть команда единая, которая дышит. Да, да, я всегда организовываю такие семейные отношения. Очень хорошо. У меня даже есть праздник, вот в мае мы отмечаем, день рождения коллектива, куда приходят все, бывшие сотрудники, нынешние, с женами, семьями. Мы вот отдыхаем, веселимся, потому что это же, я говорю, это субстанция, творческий человек, это субстанция, она перетекает. Ну, просто вот настроение, ребенок двойку принес, я не знаю, с мужем поругался, все, пришел. На сцене не должно быть. Марина, на самом деле, творческим людям очень сложно, на самом деле, если очень большая дистанция, это все-таки эмоции. А у нас эмоции должны быть положительными. Ну, так зрители-то приходят, зачем? Чтобы что, плакать, что ли? Марина, вы, получается, сами себе продюсер? Ну, я бы не стала так громко говорить, я просто руковожу процессом. Сама себе уже принадлежу. Ну, это да, вы сами состоялись, ну, вам дали, на самом деле, удочку, а теперь все остальное уже с помощью этой команды вы сами себя строите. Потихонечку приходится разбираться в бухгалтерии, приходится в юриспруденции, приходится разбираться в каких-то организационных моментах, потому что я 7 лет была на контракте с FBI Music, с Женей Фридлендом и с Ким Александровичем Брейдбургом, и тоже был такой очень для меня хороший период жизни, потому что это была школа, да, и там ты не переживаешь, как ты поедешь, на чем ты поедешь, кто тебя повезет, ты приехал, тебя отвезли. Конечно, когда ты становишься самостоятельным, у тебя появляется много свободного времени. В каком смысле? Тебе не говорят, куда ты поедешь, ты сам хочешь ехать или не хочешь, но при этом при всем ответственность, которая приходит к тебе за людей. Ты всех оформляешь к себе на работу, у тебя все получают заработную плату, и у тебя как бы получается ответственность. А есть хорошая поговорка, мы в ответе за тех, кого мы приручаем. Соответственно, мне очень важно, кто со мной работает. Эти люди, они отбираются не только с точки зрения профессионального мастерства, но и психологически они должны быть. Потому что мы вот уехали в тур сейчас, у нас две недели, мы как одна семья живем. А это из автобуса в гостиницу, из гостиницы на площадку, из площадки в самолет, и вот мы перетекаем. То есть это взаимовыручка от нашей семьи. Психологическая совместимость, конечно. Обязательно. Иногда я устраиваю отпуск, чтобы мы отдохнули, потому что все в семьи надо вернуться, кому с ребенком, кому к врачу, кому куда. То есть обязательно люди должны, конечно, отдыхать, но психологически мы вот как бы команда. Такой прям тонкий подход, на самом деле, понимать свою команду окружающих. Мальчика. Но при этом при всем, знаете, как сложно иногда, когда надо ругать этих своих любимых. А как вы их ругаете? С любовью. С любовью. С любовью. С каким тоном? В какой тональности? Не в мажорной. Явно не в мажорной. Но, безусловно, это нужно проговаривать, что тебе не нравится, что бы ты хотела изменить. Для меня это очень сложно, потому что я очень долго собираюсь, и для меня это такой чисто психологически сложный момент. Но приходится это делать с любовью строго. Но, опять-таки, да, чем всегда хорош руководитель, да, что он, с одной стороны, сказал, но при этом при всем ты понимаешь, что донести до человека, главное, чтобы он понимал, что я не просто, скажем так, от него хочу, а бы что бы. Я это делаю, потому что есть общее дело, которое не должно страдать. И, в первую очередь, ничего личного я всегда говорю, только работа. Только работа. Лично мы с вами за столом посидим, покушаем, отдохнем на пикнике. А на работе у нас рабочие отношения. Поэтому есть определенная иерархия. Есть руки, есть ноги, но есть голова. Если голова не работает, руки, ноги не шевелятся. Марина, а образ жизни? Как себя держать в такой форме, в таком бешеном ритме? Я знаю, вы не курите, не пьете, занимаетесь йогой, вегетарианством занимаетесь. Расскажите, пожалуйста. Ну, это, скажем так, мое такое пространство, может быть, личное, духовное, мое эмоционально наполняемое, мою коробочку под названием тело, скажем так. И, безусловно, где-то же я тоже должна отдыхать. Я же не могу быть все время такой сильной, хотя люди хотят меня видеть такой, но я все равно, я женщина, я хочу любви, ласки, тепла и просто семейного счастья. Про семейное счастье. Недавно была передача «Главная сцена», и там Валерий Милац, по-моему, сказал, одна грузинка выступала, но не совсем, может быть, достойна, и он ей говорит, вы лучше выходите замуж, нарожайте детей. Вы знаете, смените профессию, но вы не настолько сильная певица. Вы знаете, говорит, настолько тяжело в шоу-бизнесе, девушки не выходят замуж, детей не рожают. Как вы на это смотрите? Насколько он правильно сказал? Есть правда в его словах. И здесь, наверное, все зависит очень индивидуально от человека. Но я вам могу сказать, что никогда не бывает дыма без огня. Не будет девушка сидеть в девках, если у нее есть рядом сильное плечо. Это закон. И не важно, не важно, артистка она, певица она, врач она, педагог она, если рядом с вами достойный мужчина, который обеспечит вам тыл в прямом и переносном смысле этого слова. Она с удовольствием родит. Марина, давайте вернемся еще раз к народной песне. Какая она сегодня? Насколько народную песню любят? Что изменилось? Она все такая же. А что изменилось? Она душу лечит. Она светлая, она трогательная, она разножанровая. Все ведь идет из семьи. Воспитание идет в семье. Вот если у меня в семье пели песни, если эта традиция была, почитание предков, что младший уважает старшего, отец главный в семье, песни как бы спевались правильные, то это со мной вырастает. Если в семье этого нет, дай бог, если вам это где-нибудь, эту информацию дадут во внешнем мире. Но это уже вряд ли останется глубоко в вашем сердце. Поэтому я всегда говорю, что нужно начинать вот с колыбельных. Да, вот не зря они. Не зря они были. Начинайте с колыбельных. Мамочки, не надо включать игрушки, в которых китайская музыка играет. Почему же у нас это все, ну что же такое, игрушечки хорошие, замечательные. Ну спой лучше сама песенку, да спой как сможешь. Расскажи стишок. Все, чтобы это было, чтобы ребенок, он на тонком уровне, может он еще говорить не может, но он все слышит. Это вот все на подкорку, на подсознание записывается. Потому что в народных песнях есть добро. Есть патриотизм. Есть патриотизм, безусловно. А особенно в каких-то казачьих песнях там патриотизм так, что уж шашкой. После казачьего кубанского хора хочется идти напролом за Россию, за любимую страну. А вообще я вам могу сказать, невозможно быть исполнителем народной песни, не быть патриотом. Но это как-то несовместимо. Совершенно верно. Поэтому, конечно, когда мне говорят, а вы патриот с вашей стороны, конечно. Марина, в чем секрет вашего успеха? Я думаю, что здесь несколько факторов складывается. В первую очередь, это потому, что это выходит Господь Бог. Я человек верующий, и я понимаю, что если Господу не надо, если у Него на тебя свои планы, то как бы ты ни прикладываешь усилия, это будет шарик, заведомо который дырявый. Надо прикладывать усилия и не лениться. Честность. Порядочность, успех, наверное, и в том числе отношение к зрителю. Марина, сегодня для нашей передачи эксклюзив, маленький кусочек народной песни. Есть ли можно? Можно? Почему же нет? Чай, я счастливый человек, у меня инструмент всегда с собой. Совершенно верно. Щедрый вечер добрым людям всем, Кому песня поется, тому будет добро. Все, кому сбудется, сбудется, не минуется. Браво! Спасибо! Успехов вам! Спасибо! Добра, здоровья и счастья! До новых встреч! Спасибо огромное! Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!